Первая лекция для жителей Самары была посвящена призракам и привидениям, обитающим в старинных домах. О загадочной усадьбе, дом со слонами, архитектора Головкина ходит разные слухи. Якобы под фигурами слонов похоронена его дочь. Конечно, это миф, тем более, что нет никаких документов, что у архитектора в принципе были дети. На лекции говорили и об известной легенде стояния Зои. По версии свидетелей, во время празднования Нового года девушка, именуемая Зоей Корнауховой, впала в некий ступор и оставалась неподвижной на протяжении 128 дней, после того, как решила потанцевать с иконой святителя Николая Чудотворца. Экскурсии вожу по мифологии, мне интересна эта тема. Стояние Зои, наверное, считается таким самым серьезным, самым знаковым. В свою очередь, слушатели тоже активно делились мифами о Самаре. Например, поведали о музее Ленина, в котором, по слухам, ночью передвигается мебель. Многие остались под впечатлением. Мне очень впечатлила история про различие полтергейстов, привидений и видения Глеба Владимировича Аликсушина по этому вопросу. А также мне очень понравилась легенда про бункер Сталина и про то, что с него, оказывается, можно добраться на ту сторону Волги. А еще якобы там в горах есть запасные аэродромы. И вообще это очень заманчиво звучит, особенно с двери того, что у нас очень много бункеров. Важно, чтобы интересные факты о Самаре узнавали не только туристы, но и жители города, уверены организаторы, и делились историями с гостями Самары. В рамках наследия Чемпионата мира по футболу мы понимаем, что сфера туризма и гостеприимства, она будет развиваться в нашем городе. Есть все предпосылки и перспективы, поэтому мы решили выйти к людям в открытые пространства и совершенно бесплатно рассказывать о том, что есть в нашем городе. У нас одни из самых лучших лекторов, которые именно болеют своим делом, болеют Самарой. Самарцев этим летом ждут новые лекции об истории города, к примеру, Самар в лицах, о знаменитых самарских спортсменах. Виктория Шарой, Валерия Куценко, Максим Гусев, События.